Если вы что-то выучите несколько раз, то обязательно в какой-то метре помните. Поэтому даже те, кто сейчас плохо понимает, сейчас понадобится совсем новая задача. И давайте мы ее решим. И это будет здорово, потому что там опять обязательно встретится наша любимая функция Мебиуса. Хотя на первый взгляд будет совсем другое. Так, это наоборот N. То есть так, X и Y целые числа. И понятно, что если просто X и Y целые числа, то таких точек будет N квадрат штук. А теперь представьте себе, что меня интересуют целые числа X и Y. Где они взаимно простые и оба не превосходят числа N. Натуральные числа X и Y взаимно простые от одного до N. Правильно? Сколько таких штук? Согласитесь, что ответить на этот вопрос явно непросто. Потому что делители бывают разные. Там, например, довольно много точек, когда X и Y одновременно делятся на 2. Правильно? Правильно. Ну да. Но при этом есть точки, когда... Нет, не половина четвертая. Чтобы и X и Y делятся на 2. Но при этом, внимание, там вообще-то ведь есть точки, когда и X и Y делятся на 2. Их тоже надо, да? Но при этом есть, когда X и Y делятся на 6. Чувствуете, что это тоже очень похоже на включение и исключение? Понятная идея? Есть те, которые... Такие... То есть, надо сначала выбросить те, когда X и Y четные. Выбросить те, когда X и Y делятся на 3. А потом что? Примальчить. Да? А потом что? С пятеркой. Понятная идея? Отлично. Так давайте напишем. Давайте сумеем это написать. Так, вот я считаю, что вот это вы уже запомнили. Для начала, сколько их всего? Н квадрат. Правда? Всего их Н квадрат. Замечательно. Сколько тех, когда X и Y одновременно делятся на 2? А по 4. Ну, это не одна четвертая. Случайно, это может быть... Надо взять на самом деле так. Целую часть N пополам возвести в квадрат. Правильно? Отлично. А потому что у вас... Ну, как бы... И X, и Y должны быть черные. Для X целая часть N пополам вариантов. И для Y тоже целая пополам N вариантов. И будет в следующий день. Понятно? Замечательно. А с делящимися на 3 как? N на 3. В целой части. А вот так же, как с функцией Мёбиуса обычной, на 4 как раз и не надо. Замечательно. Замечательно. Потому что это 24. Конечно. Проверять, что число не делится на 4, глупо, если вы уже проверили, что он не делится на 2. Да? Поэтому 4 как раз не войдет. А что войдет? В основном и пятерка будет. Что? И произведение. И произведение по 3. Да, да, конечно. Вот. Здесь будет N на 6. Так? Да. То есть все произведения... Да. Так догадайтесь, что это будет. Ну, это как то, только с этим. Что это такое? Формула. Это есть сумма. Да? Сумма чего? Всех чисел видов. Чисел вида N разделить на D в квадрате. С каким кейфициентом? Мёбиусы от D. Молодец. Мёбиус от чего? От того, что D. От D. Отлично. И здесь? Кравмная. Нет. Ни в коем случае. В том где отличие. Потому что она и называется вторая. Сумма берется... По каким числам D? Акцем. А? По всем числам. Которые не превосходят N. Поняли? Всё. По всем числам, не превосходящим N. Вы скажете, что здесь четвёрку пропустили? Ну да. Потому что у меня от четырёх... Акцем не превосходящим N. Господа, вот это называется вторая формула обращения N. Разумеется, её обычно записывают не только для вот этой вот штуки с квадратами, а её записывают в общем виде. Давайте так я потом расскажу, как её записывают в общем виде, да? Это не так интересно. Мне намного интереснее. Вы сейчас поняли, что я написал? Да. Сейчас вы поняли, поэтому даже общую формуровку я не буду, потому что она ни всё равно не нужна, она ничего не даст. Ну понятно, в этом случае. Вот формула, то, которое нам нужно, мы уже получили. А важно, давайте мы, собственно, подумаем, а сколько это примерно? Вот смотрите, какая идея. Вот я сейчас говорю так. Пусть временно мы вот эти вот знаки целой части относим. Согласны ли мы в таком случае, что N квадрат можно будет вынести? Правильно? Да. И тогда у нас получится примерно такое выражение. Сумма NU от D делить на D квадрат D. Сумма будет по всем D, не превосходящим N. Так вот, ужасно интересно, чему эта самая сумма равна? Давайте, чтобы стало понятнее, я это выпишу. Значит, это будет так, 1, минус 1 четверть, плюс 1 девятая, минус 1 двадцать пятая, плюс 1 тридцать шестая. Понимаете, да? Минус 1 сорок девятая. А? Плюс 1 сотая. Так, нет. Нет, плюс 1 сотая. Да, да, плюс 1 сотая. А, что? Плюс 1 сотая. Ну и так, замечательно. Сколько это? Так вот, оказывается, что был такой великим математикам? Леонард Эйлер. И Леонард Эйлер доказал, я его не буду вам рассказывать, кому интересно, совсем недавно было видео про то, как при помощи геометрии, эту самую сумму считать, Леонард Эйлер доказал такую вещь, что сумма обратных квадратов, это пи в квадрате, а пи в квадрате пи на шесть. У нас же не все, у нас не все, у нас некая с минусом. И вот оказывается, что есть совершенно замечательный фактор. Оказывается, что если взять вот это и умножить вот на это, то получится единица. Я тебе сейчас так скажу. А это означает, что вот эта сумма, это сколько на самом деле? Это шесть делить на пи в квадрате. Поняли? А, да. Так, вот, так, теперь, что надо, собственно, сделать? Перемножить. Перемножить это вот на это. И, наверное, я это даже сделаю вот так вот, красиво. Я думаю, что один-два, да? Здесь надо, смотрите, здесь числа, одна шестнадцатая, здесь, в общем, даже будет. Дальше здесь будет одна двадцать пятая, что я? Одна двадцать пятая, что там дальше будет? Одна тридцать шестая, одна шесть девятая, одна шесть четвертая, так? Вот, вот, вот. И теперь давайте здесь писать. Один минус одна четвертая, как это называется? Одна девятая, одна двадцать пятая, одна тридцать шестая, одна сорок девятая, ну, дальше уже не лезет. Вот, теперь умножаем. Один одна четверть минус одна четверть. Слушайте, а вы понимаете, что одна четверть и минус одна четверть? А, потому что здесь минус, конечно. И сорок девятый минус, а сумеется. Или, кстати, здесь тоже? Нет, не, тут плюс. Как? Девятый ставь? А, почему? Там три нет. А? Там три нет. Нет, там тоже минус, вы чего? Да. Сумеется здесь минус. Сумеется здесь минус? Да, я просто, ну. Это была алиэска. Важно, что мы сейчас будем без ошибки все это перемножать. Здесь будет одна девятая, здесь будет минус одна шестнадцатая, здесь будет минус одна девятая, здесь минус одна двадцать пятая. Здесь будет минус одна тридцать шестая , а здесь будет одна тридцать шестая. И вот там будет одна двадцать шестая, а здесь одна двадцать пятая, здесь одна шестнадцатая. Ребята, если вы присмотритесь внимательно, то обнаружите, что вообще-то все окружаются. Посмотрите внимательно. Одна шестнадцатая и минус одна шестнадцатая. А? Ну, кроме вот этого. Вот это, конечно, останется. И вот, и мы сейчас с вами должны понять, почему так. А это очень легко. Вот, давайте, не будем уже для конкретных дробей, а представьте себе, что вы отсюда берете какую-то дробь. Как я запишу? Не знаю там. Одна А квадратная, да? А отсюда берете ню от b разделить на b в квадрате. Так, это понятно? И перемножаете. Что у вас получается? ню от b разделить на что? Так. А дальше вы смотрите на те числа в этой таблице, в которых знаменатель это в точности а квадрат b квадрат. Ну, то есть, обозначаем а, b, некоторой ню от c, да? И тогда вот эта штука будет, знаете, что такое? Это будет ню от b разделить на c. Так, пока понятно? Замечательно. Но, внимание, при фиксированном c, что такое число b? Чем является число b для числа c? А умножить на b это c. Чем называют число b для числа c? Делителем. Делителем, конечно. Значит, если мы зафиксировали c и рассматриваем всевозможные вот такие штуки и складываем, что у нас фактически будет? Ой, только не c, конечно, здесь, а c квадрат. У нас будет сумма такого вида в знаменателе c квадрат, а в числителе сумма чего? Ню от b, где? Среди цена b. Дошло или нет? А чего равна эта сумма? Ню. Это то самое основное свойство функции ню плюс. И, значит, действительно, неслучайно, одна тридцать шестая, одна тридцать шестая, минус одна тридцать шестая и минус одна тридцать шестая, дали на ноль. Понятно, да? Каждая дробь вида одна c квадратная войдет с плюсом в только же раз, сколько с минусом. Единственное, если c равно единице, то эта сумма равна единице. И это вот та самая единица. Значит, я доказал, что проведение рядов – это единица? Доказал. Отлично. Так, что теперь еще можно сделать, чтобы мы до конца решили задачу? Ребята, нужно объясниться, а, собственно говоря, какой я имел право отбрасывать свою участие. То есть я все-таки молодец. Понимаете, да? Я сказал, что целые части, число – это почти одно и то же. И давайте обросим целую часть, напишем как число, и у нас все получилось. Нужно аккуратно посмотреть, чем отличается такая сумма от такой же суммы, но когда здесь стоят не квадратные скобки, а просто скобки. Понятно, да? Я вот здесь написал, когда просто с обычной скобки. Понятно, да? И у меня это получилось как штука. Сейчас надо собраться с… Ну, это легко. Давайте вспоминаем. Любое число, как расписывается, если вы знаете его целую часть? Любое число х – это что? Целая часть плюс… Согласны? Дробная часть. То есть дробная часть. Это все понимают? Здорово. Все понимают. Я сейчас беру вот эту сумму и вместо целой части пишу число минус дробная часть. Поехали. Сумма. Возле меньше или равно, чем n. Смотрите, какие у меня здесь величины будут. У меня здесь будет число n разделить на d. Минус, чтобы получить целую часть, она из числа вычислить на дробную часть. Дробная часть. n разделить на d. Все это в квадрате и умножить на функцию минуса. Так? Так. Отлично. Теперь надо попытаться раскрыть скобки. Ну, квадрат разности я знаю. Это значит первое в квадрате минус удвольное произведение и плюс n в квадрате. Вот. Замечательно. Сумма. d лучше или равно n в квадрате минус d делить на d в квадрате. Все согласны, что это то, с чем мы там работали. Поэтому, как бы, это, ну, то, что нас больше всего интересует, все замечательно. Хорошо. Дальше. Минус две суммы n разделить на d дробная часть n разделить на d. Ну и плюс еще сумма дробная часть в квадрате умножить на и плюс. Минус две. Опять. Де. И плюс. Замечательно. Так вот, смотрите. У нас же вообще-то дробная часть не больше единицы. Поэтому, вот это вот выражение, все, не больше. Да, и мю от д, оно по модулю тоже не больше единицы. Правильно? Де. Оно не больше, чем вот что. Чем вот это, вот это все можно заменить на n. Да. Чем 2 умножить на m. Умножить на сумму. Одни лет, где d не больше, чем. Вот если я объясню, что эта сумма намного меньше, чем вот эта, то тогда можно будет ей пренебречь. Понятно, да? Хорошо. А эта сумма, она у нас какая? Ну, это вообще мелочь. Потому что вот это вот у нас не больше единицы. Это по модулю не больше единицы. Это по модулю не больше, чем n. Понятно? А там у нас, как помните, было n квадрат умножить на вот такую штуку. Правильно? Ну, n квадрат намного больше, чем n. Как математики говорят, когда вот это называется O большой ответ. То есть величина, которая n или меньше. Ну, забери. O большой – это не обязательно n. 2n, 3n – это тоже O большой. Величина, которая оценивается как какая-то постоянная величина умноженная. Так? В общем, для этой величины тоже есть обозначение. Называется гармоническое число. h от n. Вот эта вот сумма. Утробия вида 1, 1, 2, 1, n. Называется n-ное гармоническое число и обозначается h с номером n. Оказывается, что эта самая h довольно маленькая, по сравнению с число. Как только я это сейчас докажу, то, собственно говоря, все будет про примерное количество точек взаимно простых в квадрате. Все будет более-менее сделано. А доказательство это в высшей степени простое. И, наверное, многие из вас эту картинку уже видели. Вот представьте себе, что меня интересует число аж тысячное. Смотрите. Это 1, плюс 1, 2, плюс 1, 3, плюс 1, 4, плюс 1, 7. Догадайте, что будет дальше. От 1, 8 до 1, какой? 15. От 1, 16 до чего? До 1, 31. От 1, 32 до чего? До 1, 63. До 1, 63. От 1, 64 до чего? До 1, 127. Правильно. А теперь внимание. Понимаете ли вы, что вот это не больше, чем единица? Да. Потому что все эти дроби не больше, чем 1 четверть. И их 4 штук. А это не больше, чем 1? Не больше, чем 1? Не больше, чем 1. Не правда? Их 8 хобей. И каждый из них меньше, чем 1 посылок. А это не больше, чем 1? Единица. Единица. А это не больше, чем 1? Единица. А это не больше, чем 1? Единица. А это не больше, чем 1? А я все сделаю? Нет, там, конечно, еще бывает от 1, 128 до 1, 257, понимаете? 255. 255. От 1, 256 до 1, 511, понимаете, да? Да. И от 1, 512 до 1, 1000. И смотрите, вот это не больше единицы, это не больше единицы, это не больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Значит, ровно таким образом мы получаем, что если hn и n меньше, чем 2 в степени k, то вот это самое hn будет меньше, чем k. Поняли? Поняли? Тысяча была меньше, чем 1024, чем 2 в десятой. И получилось меньше, чем 10. Видно, что это для больших чисел будет немного. То есть, если у вас есть число, не знаю, там, 1024 в десятой степени, то это огромное число, да? Это 10 в тридцатый, да? Больше, чем 10 в тридцатый. Это огромное число. А вот это вот самое hn будет не больше, чем что? чем n поделить на 100. Еще раз. h с номером 1024 в десятой степени. Это же h с номером 2 в тридцатый. Так? Ну, единичку вычту. Это на самом деле может везде. Вот. Вот такое h, как вы только что доказали, не больше, чем 30. Понятно? Да. Число, ну, страшно огромное, да? 10 в тридцатой степени, это очень много. А h, как, совсем небольшая. То есть, гармоничный ряд, он, конечно, расходится, но он очень медленно расходит. Ну, и, собственно, все. Вот на этом этот сюжет закончен. Я считаю, что я вполне вам рассказал. Договорились? Угу. Хорошо.